Всем привет! Сегодня хочу показать три упражнения на хват с гирями. Не буду говорить, что они самые хорошие или топ три упражнения на хват. Они просто нравятся. Наверняка у кого-то есть свои лучшие упражнения, те, которые мне больше нравятся. Эти упражнения, они не новые, всем давно известны, но тем не менее покажу, какие есть нюансы, особенности. Все эти подъемы гирь, вот эти вот нюансы и особенности, я говорю, именно буду рассказывать, именно с фокусом, с прицелом на развитие силы форта. То есть, когда-нибудь, возможно, сниму ролик именно о подъемах гиря на попа и как нужно генерировать это движение. Первое упражнение – это всем известные подъемы гирь на попа. Подъемы гирь на попа, еще-то их основные три – взятие в стойку, на попа – взятие в стойку с последующим жиром и рыбок. Также есть различные комбинированные упражнения, это взятие в стойку, рывок и жим, взятие в стойку, жим, взятие в стойку, жим, взятие в стойку, снова жим. Упражнение подъема гирь на попа можно делать со стандартными гирями, можно делать и с старскими. С старскими гирями подъемы будут несколько легче, благодаря толстой дужке. И, если реже на хвате, для хвата, я думаю, более эффективны, чем толще дужка, тем более эффективны упражнения на хват. Покажу, сейчас можно отойти, как эти выглядели упражнения. Тут вот взятие в стойку, взятие в стойку с последующим жимом, рывок, гумба, как я уже упоминал, взятие, рывок на попа, жим, и связка гернера, рывок, жим, взятие в стойку, жим. Как надо выполнять это упражнение? Показай. Хват должен быть строго посередине. Если вы смещаете хват к углу, это халтура. Это значительно облегчает подъем. Это уже совсем другое. Бинты на запястье, это тоже халтура. Они значительно облегчают подъем, фиксируют запястье, и смысл весь подъем на попа теряется, поскольку уже запястье не так работает эффективно. А при подъеме на попа особенностью является то, что очень большая нагрузка на запястье. И вот это вот как раз таки запястье является самое слабое звено. Как правило, бывает, если есть не исключение, слабое звено в другом месте лежит, находится. И вот это слабое место запястье лимитирует. Используя бинты на запястье, вы просто обманываете сами себя и других. Смысла этого нет делать. Еще раз повторюсь, использование бинтов на запястье, при жимах на попа, именно при жимах на угла, это халтура. Теперь к вопросу, как можно усилить эффективность подъемов на попа. Ну, я пошел следующим образом. Сделал себе вот такие вот самодельные дужки. Подойди поближе. То есть я бину приваривал. Сделанную с труб дужку. Они у меня разного диаметра. От 40, 40 здесь нет, я тут самый особенный показал. От 40, и вот самый большой это 76 миллиметров. То есть уже очень солидная нагрузка. Ну и промежуточный вариант с оптимальным взглядом. Это 60 миллиметров. Вот так это выглядит. Два блина на зажиме, на гайке. Можно делать из труб отводов. А можно с этим не заморачиваться. Сделать просто кусок трубы, либо пруток. Переварить его к этим, не знаю как их назвать. И получается отличный снаряд. Вот так он выглядит в сборе. Вес в конструкции 49 килограмм. 60 миллиметров дужка. И самый эффективный это вот рывок и жим на попа. Именно вот с диаметром дужки 60 миллиметров. Это настолько эффективно, что я в своих тренировках достаточно редко это применяю. Поскольку восстановление после таких нагрузок, именно восстановление хвата кисти происходит очень долго. Что говорит, в общем-то, на мой взгляд, об эффективности этого упражнения. Вот еще вариант такой самодельной дужки. Толстой дужки. То есть на двух брусках приваренная к блину. Толщина 60 миллиметров. Также здесь через пирку одеваются блины, фиксируются гайками. И можно, в общем-то, делать упражнения на хват. Как я уже говорил, самое эффективное, из моего опыта, дужка 60 миллиметров. А упражнение это комбинированный рывок, жим. То есть вы делаете рывок и жир именно на толстой дужке. Очень эффективный. Тем, кто не хочет заморачиваться, со сваркой, с металлом, продаются расширители на гири, на грифы. Я думаю, расширители, прекрасно надевая на стандартную гирю, могут заменить вот такое полностью изделие. А те, кто захочет сделать вдруг, обращаю внимание на один нюанс. Желательно делать маленькую диаметру первую блин. Потому как, если и следующие блины должны быть больше и больше в диаметре. Потому что, если у вас будет блин большого диаметра, то есть вероятность, когда вы выполняете движение, вы можете опротянуть гирю на запястье. Оно ударит по предплечью, в основном, на предплечью выроните гирю. Ну, сломает, наверное, сломает, но будет очень неприятно. Чтобы избежать, надо гирю конструировать вот именно таким образом. С меньшего диаметра, больше, 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 тогда все более-менее. Сейчас попробую изобразить уже с большим диаметром. Гидроламинки, наверное, вряд ли получится, но тем не менее. Примерно так. Ну и крайний случай вариантов самодельных дужек, это так называемые бабки. Очень высокая гиря, по памяти 40 или 42 сантиметра высотой, полстая дужка 55 миллиметров и общим весом 57,6 килограмма. Вес самой нижней балванки около 50 килограмм. Ну, с первым движением все. Просто возвращаясь к подъему гири на попа, иногда слышу такое мнение, что хват там не играет никакой роли или там мало играет роли, что главное это баланс. На самом деле это полная ерунда. тут нужен и хват, и баланс. Не будет у вас достаточно сильного хвата, какой бы у вас не баланс, много вы не поднимаете. Наоборот, если вы поднимаете много, то значит у вас достаточно хороший хват. Если, допустим, 50 килограмм или 48 килограмм ближе к какой системной измерения поднимаете на попа одной или двумя гирями, это без разницы. это уже говорит о том, что у вас очень приличный хват. Сейчас расскажу про второе упражнение на хват, которое рекомендую, которое хочу описать. Это упражнение из арсенала известного Джона Брукфельда. В общем-то, упражнение известное. Заключает это в том, что вы должны поднять гирю, удерживая ее параллельно к горизонту, сделать жиль. К сожалению, я не батрас стебилов. Он может делать смог сделать это упражнение со стандартной гирей в 16 килограмм. Мне до этого далеко. Я покажу, как это делать упражнение с гирей в 8 килограмм. Держите параллельно и делайте жиль. Упражнение показали по Джону Брукфельду. Теперь о том, как можно повысить эффективность его выполнения именно для хвата. Я пошел по тому же принципу, что и подъемы гири на ПАПА. Те же самые дужки самодельные, приваренные к длинам разного диаметра, разной формы. От 76 до 40. 40 здесь нету. Просто это уже повтор. 60 миллиметров самый оптимальный и вот как это выглядит самое оптимальное и очень хорошо хватит подрабатываться. Вот как это выглядит на самодельной дужке такое это упражнение. То есть параллельно горизонта держим. На клон туда-сюда вот туда, не знаю под наклоном вы можете конечно тренироваться, но зачетное упражнение именно вот параллельно. Ну и заключительное упражнение на хват из рекомендованных это для этого упражнения движения вам понадобятся весовые или так называемые калибровочные квадратные прямугольные гири. Вот так вот они выглядят. Я уже наверное говорил, повторюсь. эти гири очень эффективны и к сожалению недоцененный снаряд для развития хвата и вообще физического развития. Естественно хват можно развивать щепковый за разные браться плоскости очевидные так сказать движения. Есть неочевидные движения я дам ссылку на то что с ними можно придумать. с этим весовым гирем можно делать просто упражнения стандартные то что вы делаете с гантелями и с гирями. Но эффективно очень упражнение эффективно. на мой взгляд одно из самых любимых оно настолько тяжелое что так же как и определенные движения с гири до попа я его делаю очень выборочно очень выборочно и после этого движения очень долго восстанавливается хват. Движение заключается в подъеме двух геток таким образом сложим вместе. Подъема в общем-то несколько основных подъемов это тяга второй подъем это взятие в стойку третий подъем это взятие в стойку с последующим жимом ну и четвертый подъем заключительный самый сложный это рывок двух гир соединен таким образом так же как и в случае с подъемом на попа можно делать комбо какие комбо рывок жим комбо гернера связка рывок жим взять в стойку жим сейчас попробую сделать комбо рывок жим гернер отлет старого времени джон грюн маркс из люфтенбурга поднимал таким образом две гири соединенные по 32 кг брал стойку и делал жим подъем от головы что делать если вы натренировались с двумя гирями по 20 кг как я уже говорил это самые часто встречающиеся гири из весовых или калибровочных доксиглей рывка скажем так раз на 10-12 и нужно как-то увеличивать нагрузку есть несколько вариантов один вариант найти гири тяжелее они бывают по 25 кг здесь показываю какие у меня есть вот эти по 25 кг может поближе подойти пара это по 20 уже несколько другой формы вот эти интересные формы 4 кг вот эти по 25 вот эти по 10 кг это 25 и это вот самоделка которая сделала она весит 32 кг но если возможности приобрести такие гири как я говорю в основном встречаются 20 кг 25 кг реже выше 25 совсем редко у меня есть гиря 32 кг царская сюда я не притащил ну и две самоделки я думаю я сделаю обзор по этим весовым гирям расскажу у них более подробно и так что делать можно конечно заморочиться со сваркой то есть вот у меня есть вариант первоначальный делал давно-давно весовая гиря калибровочная прямоугольная приварил два диска с гайками можно можно вставлять шпильки накручивать блины и таким образом увеличивать вес но есть и другой способ для тех кто не хочет заморачиваться со сваркой можно сделать по-другому использовать эти же гири по 20 килограмм увеличить расстояние между дужками как вы уже догадываетесь нагрузка будет зависеть от веса гирь от вот это вот расстояние от дужки до гири рычага но это расстояние между дужками попробую продемонстрировать какое-нибудь движение в осложненном варианте попробую рывок или слойку без разминки это сложно сделать вот как получится так примерно выглядит если же вдруг нагрузка и такая как она у вас маленькая вы можете добавить еще больше увеличить расстояние между дужками и попробую вот в таком виде в таком виде боюсь сейчас смогу только тяну сделать нет на этом все я показал три хорошие упражнения думаю на хват рекомендую пробуйте тренируйтесь всем успехов в развитии силы хвата и не только силы хвата просто силы без травм все подожди а нет не только я к покажу не и нет Продолжение следует...